ФРС это Федеральная резервная система. То есть некий аналог центрального банка, но по факту это не является центральным банком. То есть Федеральная резервная система США не является центральным банком Соединенных Штатов Америки. Это туда в ФРС входят различные резервные банки различных штатов. И комитет ФОМС, так называемый, который принимает решение о том, какую проводить монетарную политику. Что такое монетарная политика? Это по сути определение стоимости денег в экономике Соединенных Штатов Америки. И если взять, почитать закон о Федеральной резервной системе США, то для чего она создана? Она создана для того, чтобы управлять двумя основными показателями в Соединенных Штатах Америки. Первое это безработица, второе это инфляция. Это диаметрально противоположные факторы, потому что когда у вас низкая безработица, все трудоустроенные компании хорошо выплачивают заработную плату, расширяют производство, рабочих мест ограничено, то есть большое количество людей трудоустроено, люди верят в светлое будущее, то есть практически все заняты работой. И это приводит к тому, что люди получают зарплату, могут выплачивать кредиты, приводит к росту потребительской активности, люди активно тратят. И реально производство за этими тратами не успевает и получается начинает разгоняться инфляция. То есть когда низкая безработица, высокая потребительская активность. Высокая потребительская активность приводит к тому, что цены на товары начинают расти, начинает расти инфляция. На самом деле как это работает, я уже неоднократно ссылался на этот видеоролик, у Рея Далева есть «Как устроена экономическая машина», 30-минутный ролик, можно там посмотреть и там за 30 минут вам всю экономическую машину объяснят на пальцах буквально. Так вот, когда люди активно тратят, то это приводит к тому, что инфляция потребительская растет. И рост потребительской инфляции к чему приводит? К тому, что кредитор, который выдает кредиты, допустим, ипотечные кредиты, потребительские кредиты, автокредиты, да, то есть кредиты на инвестиционные цели в том числе. То есть он понимает, что если растет инфляция, то ему в процентную ставку, которую он предоставляет клиенту, эти инфляционные риски нужно непосредственно заложить. Но представьте себе, что инфляция 20%, если вы выдаете кредит под 15%, вы понимаете, что инфляция обесценит, и вы, соответственно, безвозмездно, да, людям дали пользоваться деньги. Так вот, что делает ФРС? ФРС таргетирует инфляцию и безработица. То есть она, получается, пытается найти баланс при том, чтобы было высокое потребление, чтобы была достаточно низкая безработица и большинство людей было трудоустроено. Но как только инфляция начинает расти выше таргетов 2-2,5%, ФРС США вмешивается и повышает процентную ставку для того, чтобы вот эти вот инфляционное давление погасить. То есть когда ФРС начинает повышать процентную ставку, соответственно, другие коммерческие банки, ориентируясь на ключевую ставку ФРС, тоже начинают повышать процентную ставку, кредиты становятся дороже. Из-за того, что кредиты становятся дороже, желающих взять эти кредиты становится меньше, потребительская активность чуть-чуть гасится, и, соответственно, инфляция сходит на нет. То есть вот мы постоянно на этих волнах шатаемся, качаемся. И ФРС США как раз таки таргетирует два вот этих показателя инфляции и уровень безработицы.